Многоуважаемые присяжные, нашего обвиняемого зовут Шарль Бадлер. Это великий французский поэт. Что значит великий? Я считаю его великим, а вы? По-моему, вы его даже не знаете, да? По-моему, лет через десять он наверняка умрет от Сифилиса. Его положат в узкую тесную могилу вместе со своим ненавистным отчимом, со своей матерью, которую он будет считать предательницей большую часть жизни. И что там напишут? Наверняка там напишут «Умер пасынок генерала Жанна Пика и сын Каролины Аршанбо де Фаи». Какого-то там году, число напишут. И обязательно умрет в Париже. Сейчас ему 36 лет. Он зрелый поэт. И почему, уважаемые присяжные, вы считаете, что у вас есть какие-то основания проводить границу дозволенного для этого поэта и для поэзии в целом? Почему вы оставляете поэтам небольшой кусочек, пятачок в пространстве, в котором они могут творить? Ведь о чем они должны, по-вашему, петь? Ну, наверное, они должны петь о семейных ценностях, о любви, о верности, о честности. Какие там еще должны быть границы у поэтов? Должны петь о дружбе наверняка, о честности. Они должны быть скромными, они должны уважать публику, наверное, бежевно относиться к деньгам, не врать. Да, вы правы, это не про Бодлера. Бодлера, он воспевает город Париж, он воспевает нищих, проституток, бордели, вино, наркотические вещества. Нельзя? Ну, именно поэтому мы с вами здесь и собрались. Но давайте все-таки попробуем понять нашего обвиняемого, моего подзащитного. Ведь для того, чтобы понять поэзию какого-либо поэта, необходимо понимать те полюса, те два полюса его художественного мышления, внутри которого он творит. Ведь есть полюс притяжения, есть полюс отвращения. Что было отвратительным для Бодлера? Здесь, я думаю, вы согласитесь с моим подзащитным. Вы наверняка тоже этого не любите. Он презирал банальность. Красная благоухающая роза. Символ страсти, символ любви, влюбленности. Что может быть пошлее, чем красная роза? Вот поднимите руку те, кто считает, что они любят банальность. Я вам, конечно, не поверю, но попробуйте. Наверняка не найдется таких, кто любит банальное. Банальное – это хорошо известное, повседневное, рутинное. Знаете, мне кажется, если бы мы с вами читали эти стихи, полные ненависти и презрения, которыми одарил нас Бодлер, но этот бы сборник стихов назывался не «Стихи зла», а «Лимб» в честь первого круга ада, я думаю, мы бы, скорее всего, здесь не собрались. Ведь что делают в аду грешники? Они повторяют раз за разом, раз за разом одно и то же. Они обречены на повторение одного и того же. Но я уверена, что каждый из вас знаком с опытом, когда нечто повторяется одно и то же, раз за разом. Это адское повторение. Поднимите руку, кому это знакомо, что что-либо повторяется раз за разом. Мы, как жители мегаполиса, мы жители Парижа, мы знакомы с этим. Бодлер называет наш город Париж городом-адом. Мы живем в аду, и не надо никуда спускаться, для того чтобы ощутить на себе все эти адские страдания и мучения. Но чем отличаемся мы с вами, публика, от поэта? Поэт – это человек, который может стать богом и создать рай. Да, искусственный рай. Но неужели этого мало, если мы живем с вами в аду? И если у нас на одном полюсе находится нечто банальное, то на другом краю находится то, что Бодлер называет «идеальное». Да, это пустое понятие, оно бессодержательное. Да, современная поэзия влюбилась в бессодержательные понятия. Идеальное у Бодлера, другое у Рэмбо, нечто у Маларме. Но, по крайней мере, Бодлер нам говорит, где искать это идеальное. Он дает ориентиры. Идеальное не находится посередине. Аристотель ошибается. Идеальное нужно искать либо в аду, либо на небесах. Придет оно с небес или из ада, не все ли равно. И его муза Жанна Дюваль, креолка из Гаити, она дебоширит, она выпивает, практически не отвечает заимностью Бодлеру, изменяет ему и рассказывает ему о своих любовных похождениях. И именно эта муза, Черная Венера, и достойна нашего поэта. Именно ей он посвящает стихи, которые создают новое понимание красоты. Эти стихи называются «Гимн красоте». Проступаешь ли ты из глубокого неба или выходишь из бездны? О, красота! Твой взгляд, инфернальный и божественный, сулит безразлично благодеяния и преступления. И этим ты напоминаешь вино. В твоих глазах восходит заря и нисходит закат. Твои ароматы тревожат, словно грозовой вечер. Твои поцелуи – ядовитый фильтр. Твои губы – амфора, от которой бледнеет герой и смелеет ребенок. Выходишь ли ты с черной пропасти или рождаешься средь звезд? Судьба, как верный пес, бежит за тобой. Ты сеешь бездумно радости и отчаяния, управляя всем, не отвечая ни за что. Ты шагаешь по мертвецам, красота, ты пренебрегаешь ими. Ужас среди твоих драгоценностей очарователен. И самоубийство – один из твоих излюбленных брелков, самозабвенно танцует на твоем гордом животе. Ослепленный эфемер летит к тебе свеча, трещит, пылает, молвит. Будь благословен, этот факел. Любовник, задыхаясь, склоняется к своей красотке с видом умирающего, ласкающего свою могилу. Приходишь ли ты от неба или из ада, не все ли равно? О, красота! О, ужасающий, гигантский, невинный монстр! Если твой взгляд, твоя улыбка, твоя поступь открывает некую бесконечность, которую я люблю и никогда не знал, от сатаны или от Бога, не все ли равно? Ангел или сирена? Не все ли равно, если с тобой фея с глазами бархата, с твоим ритмом? Ароматом, сиянием. О, моя единственная королева! Вселенная менее безобразна и мгновения менее тяжелы. Да, красота неизвестна с небес или из ада. Не знаю, согласитесь вы с Бодлером здесь или нет, «Наверняка вам милее роза, живая роза». Но для Бодлера природа – это олицетворение банальности и зла. В его мире фантазий нет естественных светил. Он сам зажигает светило. Он любит Париж. Да, он уродлив, как этот искусственный цветок. Париж уродлив и безобразен. Да, Бодлер это признает. Но искусственное – это же попытка закрыть те недостатки, которые есть в природе. Ведь вся наша человеческая культура практически напрочь искусственная. Не будем себя обманывать. Мы любим искусственное. Да, мы любим природу. Но тем не менее, искусственное – это поиск неведомого, недостижимого идеала. И тем не менее, почему-то для вас мила роза. Что может быть прекраснее розы? Прекраснее розы может быть даже труп разлагающейся лошади, по мнению нашего обвиняемого. Вы помните ли то, что видели мы летом, мой ангел? Помните ли вы ту лошадь дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы? Полуистлевшая она, раскинув ноги, подобно девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонной выделяя гной. И солнцу эту гниль полила с небосвода, чтобы останки сжечь дотла, чтоб слитая в одном великая природа разъединенным приняла. И в небо щерились уже куски скелета, большим подобные цветам. От смрада на лугу, душистом зное лето, едва не стало дурно вам. А что, нельзя воспевать труп дохлой лошади? Я понимаю ваше негодование, перезрение к этим стихам, но тем не менее, посмотрите, вы прочертили эту самую черту, дозволенного, недозволенного. вы различили в искусстве прекрасное и безобразное. вы нарисовали идеальную точную мишень, куда должен целиться поэт. Поэтому мы, публика и поэт, оказываемся не врагами, мы оказываемся сообщниками. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ